Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Всем привет! Всем привет! Всем доброго времени субтитров! Сегодня будут показаться истории из детства, которые вы достаточно тепло встречаете И я хотел бы попросить вас максимально поддержать этот жанр лайком, комментарием Обязательно лайкните это видео, прокомментируйте его, если вам действительно нравится этот жанр Потому что, к сожалению, его смотрит всё меньше и меньше людей И не хотелось бы, чтобы из-за этого он пропадал, его терять Потому что, конечно, в любом случае я смотрю на ваши реакции, на ваши эмоции при просмотре видео Поэтому давайте, лайкайте и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вам нравится Никого не заставляю, поэтому вот так вот Друзья мои, сегодня я хотел бы ввести новую рубрику, которая будет называться Истории по фотографиям Нет ничего, наверное, круче, чем смотреть какие-то свои детские фотографии, да, потому что Жизнь, она такая штука, что когда ты живёшь Ты постоянно в каком-то обороте, да, ты постоянно в каких-то делах Ты постоянно в каких-то разъездах, в каких-то рабочих и учебных моментах Ты постоянно в каких-то эмоциях, стрессах и так далее И постоянно твои мысли крутятся вокруг настоящего и вокруг будущего А вот в прошлом заглянуть как раз нам очень помогают именно фотографии, друзья мои И именно фотографии наши с вами детские, да, которые когда-то были сделаны на Папин Зенит Или на какой-нибудь Полароид Или вообще на какую-нибудь мыльницу Вот, и вступление сегодня будет такое Как вообще у нас появились, появились фотоаппараты в семье и так далее Начнём издалека, да Вот, вообще, конечно, на те времена Вот, какие-то фотоаппараты автофокусные Они очень дорого стоили Вот, и конечно, конечно, все фотоаппараты были плёночными То есть это были 90-е годы Скажем так, когда мне было там 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет Одни из первых моих фотографий детских были сделаны, кстати, на Зенит Который подарили моему папе его родители, то есть Моя дедушка с бабушкой Вот, этот Зенит был очень значимым для папы Потому что там была памятная надпись Они подарили ему этот фотоаппарат в знак своей, скажем так, любви Вот, когда папа закончил Суворовское училище Ну вот, папа у меня военный И он учился, соответственно, в Суворовском училище Вот, и потом уже поступал в военный университет Окончив его, он нёс службу в ракетных частях В общем-то говоря, ракетная часть противоракетной обороны и так далее Вот, и, в общем-то, у папы этот фотоаппарат, соответственно, появился уже очень и очень давно Фотоаппарат этот был с объективом Это был зеркальный фотоаппарат Я в своё время получил его от папы в подарок, в наследство, можно так сказать Папа мне его подарил, когда мне исполнилось 20 лет или там 19, я не помню точно Вот он мне, просто он говорит, я нашёл тут старый фотоаппарат, который мне когда-то дарили родители Держи тебе, может пригодиться Вот, и я как-то тогда не связывал, в общем-то говоря, свою жизнь с фотосессиями, с фотографией Да и что можно тогда было уже фотографировать на старый плёночный зенит Но я с благодарностью принял этот подарок, конечно, и поставил этот фотоаппарат на полочку до поры до времени Он у меня до сих пор есть дома И это просто чудо, что его мама не продала, потому что мама развелась с папой, когда мне было 5 лет И когда я уже переехал жить, скажем так, с женой Вот, да, мы съехались там и начали жить уже своей жизнью, там завели деток и так далее Я, конечно же, про этот фотоаппарат забыл, он у меня дома там лежала мама, да И оказывается, приехав к ней несколько лет, ну грубо говоря, я приезжал, конечно, к ней в гости, но что-то мне... Я не нашёл этого фотоаппарата, я говорю, мам, а где он есть? И мама такая, я не помню, я его, говорит, на базар отнесла, короче, вот, я его хотел продать И, в общем-то говоря, мама отнесла этот аппарат на базар, и его никто не купил, но у неё купили объектив, только забрали за какие-то копейки Там мама тогда приторговывала на базаре, вот, всякими, всякими хламами, в общем-то говоря, какими-то старыми книгами Ну, знаете, вот эти ребята, которые сидят, продают там значки, какие-то книги, вот такое всё Ну вот, и мама понесла на базар фотоаппарат к этим ребятам, вот, и предложили они там что-то, в общем-то говоря, какую-то сумму за объектив Что-то в районе там, ну, копейки какие-то, вот, и ещё чуть-чуть за фотоаппаратом совершенно Я не знаю, каким чудом, вот, наверное, скорее всего из-за того, что он был подписан, да, его оценили в очень малую сумму И мама продала только объектив тогда из этого фотоаппарата, и, по сути, у неё осталась только вот эта вот тушка без объектива Я, конечно, с негодованием таким отнёсся, потому что, ну, как же, это же память, это не мамина вещь была Это была именно моя вещь, которую мне подарили, вот, и было ужасно было бы, если бы она пропала так бездарно, да, отправилась бы куда-нибудь там на свалку И вообще, в принципе, мне очень повезло, и что мама его обратно принесла и в какой-то сумке Он у неё валялся в какой-то из сумок, вот, я его забрал к себе домой, вот, я купил к нему объектив, вот, недорогой Но на какой у меня тогда были деньги, чтобы он был, скажем так, комплектный, вот, и до сих пор он у меня стоит дома Я не додумался его взять, потому что вот то, что сейчас рассказывает, вот, у меня сейчас в памяти всплыло, глядя на, в общем-то говоря, на фотографии, вот И самые мои первые фотографии начинались именно с этого зенита, потому что, когда я был маленький, когда мне было там полгодика, годик и так далее Далее папа фотографировал меня именно на этот фотоаппарат, и это очень тёплое чувство рассматривать эти фотографии Ну, а потом уже, фактически, были и другие, конечно же, уже фотоаппараты Я помню, у мамы было несколько фотиков Был фотоаппарат Kodak Вообще, Kodak достаточно мощная фирма была на те времена, и сейчас они тоже выпускают фотоаппараты Но всё же сейчас больше на коне Canon, Sony и Nikon Ну, Pentax ещё где-то там нагоняет, что-то пытается Но, в целом, вот самые-самые главные три марки, которые сейчас делят рынок Это Sony, Canon и Nikon Ну, или Nikon, Sony и Canon, или Canon, Nikon и Sony То есть, просто расставьте в таком порядке, в котором они вам больше нравятся и всё И у мамы был фотоаппарат Kodak, соответственно, тогда, да Он был плёночный, это была мыльница Мыльница, кстати, делала довольно-таки неплохие фотографии, потому что плёнка, она достаточно большая, да Вот, 36 на 24 размер плёнки, то есть И мыльница была не автофокусная, я помню, самая первая То есть, там было в резкости всё Ну, и мы какие-то кадры, мама делала мне, конечно, там, как я в школу пошёл и так далее Ну, и вот один из таких кадров, которые я сегодня хотел бы вам показать Это вот такой вот классный, интересный кадр На нём я, это я, кстати, если кто не понял, вдруг мало ли что И нет, у меня не расстёгнута ширинка Дело в том, что тогда, на те времена, я рос, как-то не странно И у меня бывали такие проблемы со штанами То есть, они застёгивались, и поэтому мы их застёгивали просто не до конца Ну, просто у мамы не было там денег сильно много, чтобы покупать мне новые штаны Каждый раз, как-то я вырастал Поэтому я до сих пор в них... Ладно, не важно, на самом деле просто в те времена мы не сильно богато жили Но я в целом не жалуюсь В принципе, кушать было, что... А меня даже водили в цирк Вот здесь, кстати, на этой фотографии я пришёл из цирка Причём это не у нас дома Это дома у какого-то маминого друга или подруги Я точно уж не помню, мы в гости куда-то пошли Вот, и тогда мы были в цирке, и мне купили вот эти вот самые уши Прикольные были у вас такие уши, знаете, огромные На такой дужке, которые... Вот, они у меня потом в конце оторвались И одно ухо куда-то потерялось, вот Просто с одним ухом было ходить не так интересно И вот это вот мой, скажем так, лайфстайл из детства Друзья мои, вот такие вот штанишки И свитера колючие Вот Я думаю, что вам это всё очень знакомо По детству, если кто-то рос в девяностых, двухтысячных Вот, какие-то брюки, свитера И мама, которая говорит, давай одевайся потеплее, потому что замёрзнешь холодно и так далее Что жиринка порвалась, не беда Сейчас мы её аккуратненько булавочкой подколем Было такое, но... Вот И хотелось бы немножечко поговорить про одежду того времени Потому что не было, скажем так, тогда интернета, конечно же Какой уж там интернет, не было ни компьютеров, ни телефонов Девяносто Какие-то там, пятые, шестые годы Компьютеры только начали появляться Они были Такими Достаточно большими Были квадратные мониторы В общем, так говоря Огромные, комплектующие Там Достаточно Светогромоздко и очень дорого И, конечно, были какие-то базары То есть на рынке покупали люди одежду Вот Вот ходили, там были такие развалы В которых продавали В общем-то говоря Что во что Кто во что Гораз Кто-то привозил Одежду из какой-то фабрики Там С Москвы Кто-то привозил Приезжал Что-то куда-то Короче Кто-то даже торговал Какой-то импортной одеждой То есть тогда Вот это всё Оно уже появилось Вот Соответственно Это был постсоветский Да, период Какой-то 90-е годы Вот Вот И тогда Я помню, что В 90-е годы Каких-то там Восьмых Двухтысячных Бойным цветом Начали расцветать Секонд-хенды Да Ну, знакомы вам эти Категории Да, которые меня мысли То есть Начали Какие-то открываться Вот эти вот Секонды И моя мама В общем-то говоря Для моей мамы И для нашей семьи Это было, наверное Панацея Просто почему? Потому что Денег было немного Тем более на одежду Вот И мама меня Я помню Водила По этим самым секондам Чтобы мне Что-то подобрать Вообще У меня мама Дикий шопоголик До сих пор Я это ужасно С детства ненавижу Выбирать себе одежду Ходить там по рынку По базарам По секонд-хендам Когтеленок Которого привели На убой И мама Которая там Что-то шарится По этим Кипам одежды Которая просто В повалку Там в этих корзинах В надежде Выбрать там Какую-то крутую вещь От какой-нибудь Крутой фирмы Вот Урвать Скажем так По дешёвке Вот Я до сих пор помню Весь этот запах Запах в секонд-ах Кто был Тут знает Запах такой Достаточно специфический То есть Чтобы вы понимали Это не духи никакие Это никакие Это не пшикают одежду Чтобы она не воняла Да То есть Это Скажем так Одежда Которая Скажем так Проходит санитарную обработку То есть Какие-то там Специальные средства В которых Эту одежду Пропшикивают И так далее Чтобы в ней не завелись Никакие там Насекомые И так далее Вообще Понятие секонд-хенда Было Соответственно Придумано Для тех Кто не мог Позволить себе Купить одежду То есть Вообще Скажем так Пункты Сдачи Одежды То есть Люди Которые могут себе Позволить Покупать Новую одежду А старая им не нужна Они могут просто прийти И эту одежду Сдать в специальную Корзинку В какой-то Специальный пункт Скажем так Для бедных И потом В общем-то говоря Эта одежда Она распределяется Среди каких-то там Слоёв бедного населения И у нас Соответственно Как бы В стране Начал процветать бизнес То есть Люди, которые брали эту одежду То ли бесплатно Где-то там в Европах То ли Совсем уже за копейки Вывозили её сюда И здесь её В общем-то говоря Продавали люди Просто шли Нагребали себе Эту одежду Как горячие пирожки Потому что Альтернатив тогда На то время Было очень мало Был либо базар То есть На котором Была какая-то Фабричная одежда Либо местного развива Либо какая-то Одежда Скажем так Ну Зарубежная Но она очень дорого Стоила достаточно Вот А в секонд-хенде Можно было себе Как раз Купить хорошую Качественную вещь Практически не ношенную Да ещё и не за дорого Ну да Такая вот была История Вот И я помню Как мы покупали Какие-то ботинки На вырост Например Были большие Но это были Хорошие ботинки И я должен был их носить Несколько лет То есть в принципе В целом Я сейчас прекрасно понимаю Логику моей мамы Которая достаточно и так Тяжело меня одеть Была подростка Который рос Как на дрожжах Потому что я реально Очень вытягивался В длину Я высокий парень Вот И рос достаточно быстро В промежутках Там между школой Да Там за лето я мог Реально У меня нога Могла вырасти Там на размер Спокойно И было достаточно Проблематично Подобрать мне одежду Подходящую Там Самая большая была проблема Это выбрать мне штаны Потому что те штаны Которые были в мне Как раз По талии Были достаточно худым Они были мне Коротенькие По лодыжке То есть получается Они были как бы Размером поменьше А те штаны Которые мне были Достаточно длинные По размеру По длине Они были как раз Для каких-то людей Более полных Соответственно Они на мне Висели Мешочком Вот Отсюда И вот этот момент С брюками То есть когда Например брюки Могли купиться Там какие-то Которые С немного Поломанной Шаринкой Но зато Они мне там Например подходили Вот такая вот Была история Значит Что ещё Чего такого ещё Интересного Из этой фотографии Могу Могу вам Рассказать В общем-то Говоря Конечно Как у каждого Подростка Да У меня была одежда Парадная Выходная Скажем так То есть В которой Куда-то Можно было Выйти в гости Прийти Там Или Пойти куда-то На день рождения Например То есть Одежда Которую Не стыдно Было показать людям И Не дай бог Ты эту одежду Где-то пачкал Ты мог реально Получить Лещей Вот И Когда я говорю Лещей Это значит Не рыбу Вот И Конечно Была одежда Скажем так Для улицы Я помню До сих пор У меня были коричневые штаны Как плюшевые Они были Мягкие И шелковистые Я вот Сейчас Прямо сейчас Помню На резинке Такие Типа Спортивные Но без карманов Мне ужасно Не хватало Карманов Я все за поезд Засовывал Все палки И так далее Вот И Вот И Конечно У меня были брюки Вот Кстати Это и есть Фактически Парадно-выходные брюки На мне сейчас То есть на мне Парадно-выходные Свитеры Парадно-выходные Брюки Друзья мои И парадно-выходные Уши Вот Собственно говоря И стрижка У меня тоже Парадно-выходная И по поводу стрижек Тоже вам расскажу Сейчас немного Было два варианта Подстричься у меня В детстве То есть в этом примерно Возрасте Первый вариант Меня стригла Парикмахерша У которой было Ну видимо Мало работы Скорее все То есть она где-то В салоне работала Но так же она и ходила На дом То есть она могла просто прийти Там подровнять маме кончики И меня подстричь Заодно Вот Но Когда стоял Острый вопрос экономии денег Или В общем-то говоря Когда Момент был Такой Что по их маше не могла Например прийти меня подстричь Там меня стригла Соседка мамина У которой была Машинка Вот это вот Для стрижки То есть вот И в целом Сказать Очень даже нормально Получалось То есть Меня просто могли подстричь Под три миллиметра Там или под шесть То есть Ну на лето Да скажем так Я думаю опять же Многие мальчишки Которые росли там в девяностых В двухтысячах Меня поймут То есть во-первых Это не жарко Во-вторых можно купаться И волосы быстро сохнут А в-третьих Это дешево и сердито То есть не надо там Никаких стрижек Придумывать Это сейчас вот Всякие там Барбершопы Развелись там И так далее Там где Мужики ходят Там себе усы Причесывают А тогда всего этого не было Конечно Стригли все как могли Кто-то там стригся В парикмахерских Кого-то на дому стригли У меня есть до сих пор Кстати Товарищ Который стрижет сам себя Машинкой Его вполне себе Устраивает Это конечно Дело Каждого Вот Так что Вот такая вот была История из детства Если вам этот формат зашел Если вам этот формат понравился То Я наверное Тогда съезжу К маме в гости Просто у меня не так много Фотографий было сейчас С собой Это я нашел фотографии Какие-то Уже сейчас Дома В котором я сейчас живу Со своей семьей Но у меня у мамы Дома Два или три альбома Из моего детства Поэтому я думаю Это будет просто прекрасная Тема для вдохновения Для историй Вот И если вам это интересно То пожалуйста Дайте мне знать Оцените это видео Обязательно Поставьте лайк Друзьям Иначе Будет очень сложно мне В общем-то говоря Этим видео Конкурировать С другими моими видео Которые как правило Лучше заходят Чем истории Из детства Вот Поэтому я с удовольствием Для вас буду Какими-то воспоминаниями Своими делиться В которых вы Я надеюсь Будете находить Отголоски Каких-то своих воспоминаний И тихонечко Улыбаться Воспоминая Какие-то свои моменты Истории Интересные Смешные Может быть Немного Грустные И так далее Вот Еще, кстати У меня была Из одежды Очень любимая Мною Жилетка Такая зеленая Я в ней был Как Рэмбо Просто Мне тут оказалось На самом деле Она была На три размера Больше Там было Столько удобных Карманов Я просто обожал В ней Хотеть Гулять Вот такая Жилетка Я себе найду Фотографию По-моему У меня где-то здесь Какого-то Была она Такая Вот эта Желтая Зеленая Жилетка О которой я говорил Вот это уже у себя дома С пистолетом В очках И в бандане Вот эти Мои коричневые Штанишки В которых Мне Разрешали Погулять Между прочим Так что Видите Всё Чёткий Чёткий Пацак Вот она На фоточке Так что Друзья мои Ещё раз Повторюсь Надеюсь Что вам понравилось Это видео Мне кажется Формат достаточно Интересный Имеет место Быть Вот На нашем канале Пожалуйста Поддержите Это видео Чтобы я и дальше Мог выпускать Интересные истории Из детства Для вас Спасибо Ещё раз За просмотры Спасибо за подписку Спасибо за лайки Ребята Всем хорошего вечера Всем хорошего настроения Почаще Возвращайтесь в детство В светлое Хорошее Время Всем пока Спасибо тебе За просмотр Надеюсь Видео тебе Понравилось Если это так То ставь лайк И подписывайся На канал А также Бей в колокол Если у тебя есть вопросы Или предложения С удовольствием На них отвечу В комментариях Если хочешь Поддержать канал То ссылочка На донат В описании Рад был помочь тебе Расслабиться До новых встреч Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова